Почти целая улица разом сгорела в дачном поселке Манского района. Из-за неосторожного обращения с огнем, искры перекинулись на траву на заброшенном участке. Там трава была нескошной, пожар очень быстро разошелся, сгорели 10 строений. Напомним, особый противопожарный режим в крае еще не введен, но скоро дойдет и до этого. От разведения открытого огня стоит воздержаться, особенно в ветреную погоду. А сейчас еще несколько новостей от красноярских интернет-изданий. Мэрия зарезервировала участки земли вдоль дороги на Лесопарковой. Улицу будут расширять и продлевать. Выезд из Ветлужанки в будущем должен стать четырехполосным. А дальше паркоприщепка за лесом улица должна соединиться с новой, которую планируют проложить через плодово-ягодную станцию до Становой, это Вавинном. В итоге эти два участка соединятся в один длиной почти в 6 километров. Правда, точных сроков начала и окончания строительства пока нет. Посетители столбов снова сняли видео о жертвах одичалых собак. Судя по их рассказу, они даже пытались отогнать стаю из шестерых псов от несчастной косули. Но животное все равно загнали. В комментариях под этим видео в сети многие пользователи так и написали, что давно боятся ходить на столбы из-за голодных дворняк. Трое рыбаков в Хакасе оказались на отколовшейся льдине и плыли по водохранилищу в сторону Красноярского края. Мужчины вышли на рыбалку, но хрупкий лед не выдержал. Спасатели из Краснотуранска на судне с воздушной подушкой первыми добрались до Троицы. Их доставили на берег. От помощи медиков мужчины отказались, а спасатели в очередной раз напоминают – весна пришла, на лед ходить опасно. Поезд «Здоровье» святителя Лука выезжает на запад края. Во время майской командировки мобильная бригада докторов посетит 8 станций. Июз, Копьёво, Ужур, Крутояр, Красную Сопку, Глядень, Назарова. А в самом конце пути на три дня остановится в Девногорске. В феврале поезд был на севере, в апреле – на востоке края. Иногда это единственная возможность пройти диагностику для жителей дальних поселков и городов. Новый выезд – 15 мая. Сегодня в Красноярске начинается первенство России по дзюдо. Церемония открытия состоялась во дворце спорта имени Ирыгина. Бороться за награды приехали более 500 спортсменов из 63 регионов. Всем участникам не больше 23 лет. В Саяно-Шушенском заповеднике подглядели за гуляющим снежным барсом. Ирбис вышагивает по весенним проталинам, точит когти и устраивается по нужде. Напомним, большая экспедиция по следам снежных барсов завершилась недавно. Учёные собрали большой материал. Сейчас в заповеднике живут 11 особей. Это максимум за всю историю наблюдений.